добро пожаловать wonder of kings как говорится приветствуйте друзья с вами как всегда я халакс и сегодня мы еще и я покажу вам ну не то чтобы как нужно играть но я хочу поделиться вот вышел новый чемпион и многие говорят это саппорт это мидер нет не то чтобы он не играется не саппорта не мидера но у него есть одна основная позиция на которой по крайней мере играют азиаты и на нашем сервере это более чем играбельно это лес это танковый джанглер когда просто уничтожает лес он очень быстро клирит лес очень много дает импакта файта у него есть ганг потенциал какой-никакой как никакой никакой у него есть огромный мус пид есть чем застанет есть чем подсерить и мы это в случае чего ну и крыть я начинаю клеить через double паки то есть вы сводите кемпы кушечка их чистить а по основным аспектам что вам нужно понимать во первых в зеленой форме вы хилите соединников очень много поэтому все темпайты мы проводим именно в зеленой форме танка сборку синяя форма не нужно скажу так то есть она там по муске лица т.п. она больше для урона но у вас на урон будет идти с пассивок айтемов ну и плюс базовые скил у нее достаточно неплохие в самом увидите что я вынесу свой урон в этой игре и эта игра она будет не показательная сейчас вы увидите почему начало игры я просто пойду и фида ну два раза не специально там были мои ошибки я был не сконцентрирован ну ошибся умер друзья если вы не знаете где можно легко безопасно а главное дешево выполнить игровую валюту для вас есть sky shop market где можно купить токены на аккаунт по иди через этот сайт также можно занять и такие игры как league of legends файл рифт mobile legends и многие другие для того чтобы значить выбираете игру у нас the owner of kings затем выбираете нужное количество токенов вводить свои айди аккаунта токены приходят в течение пяти тире 15 минут ссылочка на магазин будет в описании под видео не ожидал такого урона по крайней мере вот на коруру лет в каст мне почему-то показал что я могу ее взорвать потом она незавно как мне опять же показалось чего-то выхилилась ну я мог выйти но поверил в себя то есть файты принимаете только когда у вас есть ультимейт как видите было бы мне здесь ульта я бы и убил и выжил но ульту и до этого потратил в меду на engage у нее отличный джангл clear на самом деле даже при учете что посол таргетом она не особо дамажит в любом случае за счет зачистки дабл кемпов вы очень быстро фармить и поэтому чемпион супер хорошо реализуются опять же сейчас все сами увидите рекомендую вам эту игру именно посмотреть она достаточно качественно так друзья заглядывайте на гнад стримы подписывайтесь на телеграм-канал и по-хорошему по-хорошему чтобы чтобы видео выходили чаще вам поражать бы лайк под этим видео можно же комментарий какой-то написать я буду благодарен комментарий также отвечаю вижу что топпер ушел от бутлейн пачечку могу здесь закрыть у него он не сильно обидится кто не понимает скиллсета ну я во первых рекомендую почитать скиллсет это это лучше делать хотя если вам лень то давайте я вам все расскажу на кси сборка сборка на героя будет в телеграм-канале там будет и оба сборка я думаю сделала пс об и билд выложу он также в лес играется но в лес играете он ли танком вот я вам говорю вы почувствуете насколько она сильная да кто не понимает скиллсет ну первый скилл очевидно это урон по всем таргетом которые в его области тут ничего сложного этому объяснять не нужно где при использовании каждого скилла когда вы область там отображается крития хилю и союзника и себя и крипов то есть это очень суста и нищий герой который спамят в лейте под губа вам просто неадекватно ну тут я точно также затронул здесь я уже не выхожу с уже поражал на меня ульту на коробу откатилась ульта второй скилл раскилл это очень важная вещь и пока что люди не привыкли против этого чемпиона играть поэтому мне кажется что он гигапрофитный и и не банят и она сильная суть в том что стан происходит вот именно трога скилла стан происходит только когда на краю дистанции там есть обозначение вот я сейчас нажму второй скилл вот видите да зонов который станет и миньоны и герои сам причем достаточно неприятный можно станет пять человек если они там условно говоря другой станут да или просто рядом под стоять а вот и китайцы против этого героям когда я пытался хоть игра записана великом магистре когда вы попадался против китайцев они просто кайти ли достаточно просто вы подходите за секунду до того как останется скилл коснется сам подходите к герою и очень сложно самом деле среагировать одновременно с вами развернуться поэтому стану по крайней мере азиаты не попадают а тут обычные умру снг дам чулы да они достаточно легко станется никто не умеет это кайтить никто не умеет следить возможно не надо же скилл сета героя поэтому банально не понимает как против него отыгрывать не понимает почему иногда попадается на а иногда не попадает ну и вот начало нас 25 если посмотреть на фарма по фарму достаточно плащевный да я топ-1 своей команде но на коруру на тысячу почти меня уже опережает не помню скинули я сейчас еще или нет но герои лейт мид гейма да и верли на самом деле тоже неплохо разгоняет карту по крайней мере в тимфайт вот действительно начнет раскрываться я вам говорю вот сейчас вы увидите когда будет симфайты столько импакта столько хила столь кого у не за урона он хоть и постепенный да то есть герой как алейн герой любит постепенные длинные файты которых он может еще и вносить по пятерым дамаж свой можно давить спокойно с этим скиллом уже не надо будете давить если посолу таргету играете то все-таки ну можно переключаться в синюю форму но не то чтобы это нужно такой же артур убегает хотя мог на секунду развернуться не застанется получить меньше урона в общем да по геймплеу ну и то чтобы ничего сложного надо понимать как держать позиционку надо понимать как работу ваши откаты скилов да то есть вот у меня сейчас есть ульта я хочу драться нажимаю заранее w как только подхожу я уже их сами застанет двоих поживаем мультимейт чтобы похилить союзников не чтобы там пережить какой-то контроль тут и так fight мы выигрываем то есть ульту прожимаю именно на союзников но тут уже адашник не выживает очевидно то есть только что шли 020 теперь уже 424 неплохо неплохо микро камбэк уже переформили и нами жангера можно было сразу запорить объект не особо я хотел проект брать я не ценитель объекта в целом то есть ульту на союзников тоже можно давать она супер универсально в своем гейми стайле вы как хиллер как танк как инициатор можете играть вообще столько опции я ну кто играл в элдрифт сейчас меня поймет вот когда там была не то чтобы мета но лично я любил пика джану в топ там не смотрел еще свой лдрифта жанна в топ это моя такая сигнатур очка была и вот на паскал свету ну прям не то что один в один на супер похоже согласитесь вот в элдрифтер кто кто перешел кто знает вы прям чувствуете я думаю этот вайп от героя и за хилочка есть и все еще и неразимость на насильнее чем жанну после вас эту как по мне и поинтереснее будет после трофота у нас уже софт атак начинается неплохой урон поэтому атаками тоже спамте но какой второй слот вы конечно сможете уже узнать ну либо посмотрев в топ когда я его открываю на его открываю настолько быстро что вы ничего не увидите если на паузу не поставить поэтому заходите телега там еще очень много сборок но публика публикует сейчас конечно помещу те турики играл но все равно залетаете ты изначально можно было за артуром бежать но я хотел саппорта засейвить я не ставлю в приоритет kill kill противника приоритет перед смертью соединника да то есть у меня всегда пролететь и заселить своего тиммейта по крайней мере на таком герое конечно если играю на ком-то осени эгоистичном героя то да тут же герой полностью рассчитан на команду как полностью нет вы сами очень много вливаете вы можете сами разгонять карту вот так да почему соло не играется потому что ему нужен там ковр если вы не выйдет ему больно хочется плакать тоже работает все наоборот вы можете и сами бегать фармить после вас это вы независимы по инциденте всегда в баклайне можно заходить инициировать то есть опционал имеется функционал также присутствует здесь я начинаю с память чтобы похилить крипов похили союзников похилить себя до сил небольшой соглашусь 200 хп для хока это буквально ничего но тут 200 хп там 200 хп ту 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 накидал ультимейт прокинул на 1000 хп и как будто бы ты уже выхилил у команды склады такое ощущение меня ультуют нажимают казнь тут мы просто выходим с ульты даже при том что там сайланс от артура прилетел станем 2 у героев можно было еще до играть если вы можете сразу кинул кнопочку и опять же начинаем на кайбеке станет на коруру начинаем на кайбеке просто раскидывать кнопочки какой где-то контроль где-то хилочку союзникам да важно понимать что первый скилл не таргетный в каком плане таргетный что он может использоваться даже если врага или союзника нет в области то есть пытаетесь прожимать его не просто с память тыкать пока он там не тыкнется нет он тыкнется всегда если он вас не в откате пытаетесь таймить когда и союзники и враги в зоне действия удаляйте забирает у меня булба можно было этого не делать и вот появляется нас пока феникса хил снается еще сильнее дальше манси все-таки для п а так гир и также не про неплохо скелиться от ap hp авто так даем какой-то урон вон там по 1000 уже с предмета с пассивки вылетает такой спамящий урон казалось бы ты ничего такого делаешь по факту триллион урона летит вот супер нравятся мне такие герои не знаю маны мало герой манозависимый точнее манны recovery мало если вам она не хватает и вы играете не в лес вообще не просто не рекомендую играть не в лес все вот на этом тему закроем но если вы все-таки играете не в лес но берите после когда ботинков слопайте их на мана ботинки и будет вам радость может также в билде я собирает играли но нет лучше нет лучше и билдится в танка вот просто посмотрите файт до 5 героев да это точно умираю но сколько я влил урона сколько я живу сколько я выхилил я еще и забрал чемпиона по факту от этом урона не давал вот это сейчас умрет хотя он какой-то там до ваших против может после моей смерти или он даже выйдет окей не знаю это выходит здесь отлично суть в чем 5 на 5 fight я хилю союзников я хилю себя наношу урон врагам станю врагов я неюзвим ну что что с героем это баланс я не на фул сборки я не в п но я в этом файте в лил ну около 60 процентов урона именно поэтому герой раскрывается под лейт вы очень любите когда враги когда союзники группятся 5 на 5 начинается вот это перебежка все собираются вместе и начинается мясо как легко контрить этого героя выберете просто джанглером во первых который любит салтаркет тут я помню тоже мира нет я к нему ракей берете сника который любит салтаркет то есть шла на шарлоту плохой пример не лесник короче и стоперов шарлота очень хорошо контрит из не на лесников на корову на самом деле неплохой вариант но не лучший выбор потому что я в танка на мешок над ним не может она все-таки про кастер больше да у нее быстро кнопки к дышится все хорошо но факт остается фактом это прокат герой и на авто так как постоянный дымашина не может выдать вот поэтому берите не знаю хансини как он вот ханси наверно ханси не это идеальный выбор почему потому что вы будете растягивать карту вмещайте всегда на себя фокус внимания растягиваете карту на вас смещаются герои тимфайты рушатся до темпайте 5 5 уже не будут проводиться по крайней мере когда вы этого не захотите ну если у вас союзники хорошая команда понимающая то они также не будут группиться против этого чемпиона растягиваете по карте и один в один она не то чтобы много делает да она может какие-то за счет пассива к айтемов давать урон но согласитесь за счет спам скилами сплэш дэмиджа она намного эффективнее не понимаешь только сплэш это массовый урон спам я не знаю хоккей я думаю уже только хокку два месяца но все таки есть в играх новички поэтому терминологию пытаюсь также объяснять иногда извините меня за мой французский непонятный для кого-то язык вижу что я фуловый вижу что мне не нужен хил переключать на зеню форму чтобы давать больше дмэча подхожу файту и по-хорошему я сейчас должен уже свапнуть форму нет я все еще хочу носить ирон окей вот теперь сапой форму и хили сынников окей тимур на жирный пик то есть у нас а то у нас мозе у нас жанг фэй все эти чемпионы очень любят жир на этом все друзьям всем спасибо огромное за просмотр всем удачи и всем пока с вами был как обычно